МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Доброе утро! Мы Влад Портнов и Светлана Зонарева. Рада приветствовать вас этим утром. Сегодня 9 апреля, понедельник. И начинаем новую трудовую неделю вместе с вами. Постараемся это утро сделать для вас полезным и информативным. И зарядить вас позитивной энергией не только на этот день, но и на всю неделю. Итак, мы начинаем. Верный друг на всю жизнь. Как определить, какая собака вам подходит? На здоровье. Что такое макулодистрофия и кому она угрожает? Занимаемся ушу с детьми. Как выглядит веселый банан по-китайски? Начнем программу с забавной новости. Пользователи интернета нашли самую грустную собаку в мире. И назвали ее мадам Айброуз, мадам Брови. Английский бульдог из Германии обладает уникальным окрасом. Над ее глазами расположены два темных пятна, которые очень напоминают брови. Благодаря такому эффекту собака постоянно выглядит крайне печальной и несчастной. На самом деле это, конечно же, не так. По словам хозяйки бульдога, мадам очень веселая и игривая собака. Она обожает целоваться, носиться с игрушками и вилять хвостиком. Но эта история подтверждает правило – не судите о собаке по ее внешнему виду. И вообще, выбирайте себе четвероногого друга вдумчиво. Ну а как – расскажем прямо сейчас. Решили завести собаку, но не знаете, какую. Специалисты утверждают, что главное выбрать не только определенную породу, но и определить вашу совместимость с будущим любимцем семьи. Прежде всего нужно выбирать собаку по темпераменту, своему темпераменту. Если человек спокойный, не любит, так скажем, рано вставать, человек, который не привык к активному образу жизни, то и собаку, наверное, стоит выбирать более-менее, значит, нетемпераментную собаку. К таким относится группа молоссов, собаки, которые, в принципе, привыкли к спокойному образу жизни. Большинство молоссов. Если человек темпераментный, если человек любит спорт, если человек сам занимается спортом, привык к каким-то пробежкам по утрам, то, конечно же, это темпераментные, это терьеры, это овчарки. Длинношерстные породы собак, например, афганская борзая, требуют тщательного ухода и постоянного внимания. Вечно занятым трудоголикам такие собаки не подходят. Ужиться с ними могут люди домашние, терпеливые и спокойные. Ищите надежного телохранителя и при этом ласкового друга, присмотритесь к Ротвейлеру. Несмотря на репутацию агрессора, в быту эти собаки необычайно мирные и понимающие. К тому же не требуют особого ухода. Главное в их воспитании – дрессировка. Специалисты советуют запомнить – недрессированный Ротвейлер может представлять серьезную угрозу. Если вы человек активный и вам постоянно нужен драйв, движение и совместные пробежки по утрам, то ваша порода – Джек Рассел Триер. Характер собаки может меняться под влиянием характера хозяина, а также ее окружение. Так что вы и ваша семья будете оказывать сильное влияние на поведение питомца. Если владелец учится понимать психологию собаки, в таком случае ему легче становится управлять этой собакой. Со временем можно приучить собаку к определенному и образу жизни, и к определенным командам, и приспособить собаку к тому, чтобы с ней было удобно жить. Сразу же начинайте учить собаку по виновению. Делайте это весело и уверенно. Строгий распорядок – это лучшая методика воспитания для любого пса. Так вы установите интуитивную связь с животным. А собака поймет, что все хорошо. Она попала в надежные руки достойного хозяина. Продолжаем говорить о выборе четвероногого друга вместе с утренним гостем, кинологом, кстати, который пришел не один, кинологом Романом Гатином, который пришел сегодня со своим питомцем. Его зовут Миша, и это немецкая овчарка. Роман, доброе утро вам. Роман, расскажите, пожалуйста, именно об этой породе. Об этой породе, что можно сказать? Можно говорить много, но в основном эта порода применяется в служебных караулингах. То есть это армия. Ну и в нашей гражданской жизни очень собаку много значит. И функция у нее тоже, будем говорить, одна из самых таких, ну, как полезных, что ли, будем говорить, да? Это не то, что охрана дома, а вот люди с ограниченными возможностями, которые... Да, именно собака, да, потому что это устойчивый характер, то есть темперамент у собаки тоже, ну, хороший. И, то есть, будем говорить, это психика устойчивая очень у нее. Да, это собака, которая именно используется вот такие цели больше всего. Хорошо. Ну, тогда вот еще один вопрос возникает, когда мы заводим собаку. Как собака будет взаимодействовать с детьми? Это касается овчарок и вообще, в принципе, разных пород. Какие лучше, какие хуже? Нет, вот именно то, что если будем говорить по поводу собаки, содержания дома, да, и семья, там, дети, если, то есть, маленькие, то желательно выбирать породу все-таки этого направления. То есть, это... То есть, овчарку вы советуете? Овчарку, да. Ну, там, коли может, вот такое. Ну, никак не бойцовые собаки или что-то в этом роде, там, волкодавы. То есть, такие собаки в вольерном содержании, мне кажется, они должны... Или там изольерное содержание должны быть. Многие, может, не согласятся, то, что, ну, как бы, по поводу я другой бойцовой собаке говорю, то, что это не семейная собака, ну, возможно. Перечислите, пожалуйста, список пород, которые считаются бойцовскими для нас, для обывателей. Ну, стопарширский терьер, там, бультерьер, будем говорить, да, там, ну, волкодавы, этот, азиаты, этот, кавказская овчарка. Ну, то есть, это бойцовые собаки все-таки, и все равно они должны, там, или за... Ну, никак не семья не должны ни в доме, ни в квартире, тем более, находиться. По поводу содержания, допустим, что рекомендуется, какие породы, вот, все-таки, нужны для дома, и буду чувствовать себя, там, вольготнее, скажем так, да? И какие, да, для квартиры? Ну, сразу будем говорить, то, что для квартиры это маленькие собачки, да, то есть, это терьеры там, вот, вот такого, как сказать... Пудели, да, поломки. Да, 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 икширский терьер, ну, всякое такое, ну, терьеры это тоже, будем говорить, собака такая, то есть, тоже, ну, который охотник, да, там, терьеры это само по себе название. Даже вот эти вот, йокширские? Да, которые называют, их называют корселовыми, кстати. Да вы что? Да. Ну, ничего себе, никогда бы не подумал, что они охотники. Слушайте, еще есть одна порода, любопытная такса, вот, она вроде как маленькая, она вроде как домашняя, но это тоже охотничья собака, самая настоящая, да? Да, и дерется, лиса, она достает. Можно ли таксу дома держать? Я думаю, что таксу, конечно, можно дома держать. А как же ботинки? Ну, это, наверное, изначально, пока она щенком, пока у нее там юный период, вот это, ей это интересно, когда собака взрослеет, все-таки, и в обществе, когда она больше находится, но, будем говорить, с человеком больше контакта происходит, то собака, она, скажем, годом, ну, умнеет и... Воспитывает, воспитанней становится. Да. Хорошо, воспитание собак, в каком лучшем возрасте брать? Совсем маленьких щенков или взрослых собак? Какой оптимальный? Уже готовых, скажем так, уже дрессированных, может быть, или самому лучшему? Нет, это две разных вещи, то есть, это сделанная собака и, то есть, щенок. Я предпочитаю то, что, ну, и как бы советую брать с щенком. То есть, это два с половиной, три месяца, вот, приобретая щенка, и с этого момента прямо уже начинать его приучать и обучать. То есть, это те же самые команды. Миша, сидеть. Вот, да, вот, кстати, продемонстрирую. Сидеть. Ну, мы понимаем так, что Миша живет в частном доме, да? Сидеть. На свободе. Кстати, Миша сколько лет уже? Миша 10 лет. 10 лет для собаки, мне кажется, это солидный уже возраст, да? Вот как для овчарки, в частности, вот, немецкой? 10 лет. Это сколько по человеческим, например, меркам? Это в районе 70 лет. О, это же пенсионер. Пенсионер, да. Это уже пенсионер. Даже на выставку он уже идет в ринге ветерана. То есть, вы еще выходите на выставки? Ну, уже мы перестали посещать выставки так, как он. Ну, все у него есть. Заслуженный, в общем, он. Да, и чемпионы там всех закрыты. Ну, такой. Карьера его закончена уже по поводу выставок. Ну, только если в ветеранах он будет ходить там. Так для... Почивает на лаврах теперь, Миша, у нас. Да, да, вот так. А вообще, как вы считаете, вот все-таки дрессура, она обязательно? Конечно, обязательно. Это в первую очередь, то есть, послушание собаке. Тем более, если, ну, мы говорим, опять же-таки о семье, там, да? То есть, это в любом случае... То есть, вы считаете, к профессионалу можно обращаться? Если сами не можете, и, то есть, не видите, или там, у вас времени нет на это. То есть, собаку надо по-любому социализировать, это раз. И второе, то, что, ну, дать ей ОКД, общий курс дрессировки, это в любом случае нужно. Это для самих хозяев уже. Потому что собака, это у вас, во-первых, гости, или вы куда-то поедете, да, там с собой возить. То есть, это непредсказуемо, что может там произойти, а собака должна быть управляемой, в первую очередь. Собака должна быть управляемой, воспитание, дрессура, самое главное. Спасибо, Роман, запомнили главный совет, зафиксировали его для себя. Сейчас посмотрим рекламу, и обязательно продолжим нашу программу. Доброе утро и традиционное время гороскопа в нашей программе. Итак, мы приступаем к предсказаниям астрологов. Желания и возможности овнов в этот день не совпадают. Энтузиазма у вас много, а шансы не так уж плохи, но для этого, но этого недостаточно. Ваше стремление лидировать и быть примером для остальных сегодня наталкивается на быструю утомляемость и большую уязвимость. Рассчитывайте, а, вернее так, рассчитайте и рассчитывайте свои силы. Тельцы, забыв о природном консерватизме и основательности, вы можете начать потворствовать своим и чужим сиюминутным прихотям. Позитивная сторона этих суток – шанс заработать. Если вы не боитесь трудностей, умеете действовать оперативно и ловить миг удачи, вы можете заключить неплохую сделку. Близнецы, отложите повседневные хлопоты, попробуйте включиться в более интересную работу. Это неплохое время для короткого спонтанного эксперимента с элементами риска. Если вы заняты новой для себя деятельностью, можно подводить первые итоги. Даже если не все удалось и первый блин вышел комом, можете смело ставить себе за счет. Раки. Ваши планы в течение дня изменятся с точностью да наоборот. Если перемены оказались или показались неприятными, не отчаивайтесь, выход есть. Ищите внутреннюю опору, осмысливайте ситуацию в философских категориях. Атмосфера этих суток вселяет в душу льва оптимизм и уверенность. Препятствия преодолеваются легко, либо воспринимаются как очередное приключение со счастливым исходом. Ваш главный козырь – поддержка друзей, помните об этом. Девы, вам предстоит провести день в авральном режиме, не исключены физические или психологические перегрузки. К счастью, ваши испытания не будут слишком долгими. Завтра все придет в норму, так что держитесь. Ну а теперь важные советы для вашего здоровья. Целый ряд факторов может привести к такому заболеванию ваших глаз, как макулодистрофия. Дистрофия. Да. Что это такое и чем грозит, узнаем из нашего следующего сюжета. Все мы знаем, что в сетчатке глаза находятся палочки и колбочки. А в макуле есть только колбочки. За счет нее мы видим предметы, находящиеся прямо перед нашими глазами. С помощью макулы мы читаем, пишем и различаем цвета. Она состоит из нежных, светочувствительных клеток. Их повреждение ведет к макулодистрофии сетчатки. Чаще всего это грозное заболевание развивается в пожилом возрасте. Но сейчас ею страдает и молодежь. Основные факторы риска развития возрастной макулодистрофии – это наследственность, курение, повышенная масса тела или ожирение, наличие сердечно-сосудистых заболеваний, работа с интенсивными источниками света, также операции, перенесенные по поводу катаракта. Макулодистрофия не вызывает боли и редко приводит к полной слепоте, так как поражается только центральное поле зрения. На ранних стадиях предметы выглядят искаженно, а прямые линии кажутся изогнутыми. На поздних больные жалуются на черное пятно в глазу. При переходе во влажную форму человек теряет зрение резко, идет потеря зрения, появляются такие жалобы, как на искривление линий, туман появляется, пятна перед глазами. И, соответственно, это приводит сразу к таким неудобствам. Человек обращает на это внимание обычно. При сухой форме также человек может долгое время не замечать, соответственно, не обращать внимания на это заболевание. Поэтому есть необходимость осматривать окулистов полностью раз в год хотя бы. Для подтверждения диагноза офтальмологи проводят осмотр глазного дна, определение полей зрения и другие тесты. Например, флуоресцентную ангиографию и тест с решеткой Амслера. Это очень простой тест. Вы смотрите на черную точку в решетке. Сначала одним глазом, затем другим. Если через 15 секунд никаких искажений не замечаете, вы здоровы. Сухую форму лечим консервативными методами. Это, естественно, стиляция, капли и другие тоже методы консервативного лечения, лекарственной терапии. Очень важна диета. Это диета, в которой включается все необходимые комплексы, чтобы поступало вещество с витаминами, микроэлементами, а также пища с большим содержанием лютеина и сексаатина. Что касается лечения влажной формы, которая реже встречается, но более тяжелая же форма, здесь очень важно на начальной стадии заболевания определить. И в дальнейшем есть методы лечения, которые сейчас успешно применяются и в Казани, в том числе и во всем мире. Это специальные препараты. Профилактика макулодистрофии достаточно проста. Соблюдайте правильную диету. Много фруктов и овощей, особенно листовых. Капуста, шпинат. Принимайте поливитамины. Бросайте курить. Соблюдайте гигиену чтения. Хорошее освещение, крупный текст и галогеновые лампы помогут сохранить ваше зрение четким и ярким на долгие годы. Ну а сейчас приглашаем к экранам мам и их маленьких детей. Сейчас очередной комплекс нехитрых упражнений из гимнастики УШУ. Наша коллега Асоль Мухамедзянова втянулась в этот вид спорта и признается, в УШУ она видит скорее не боевой вид спорта, а именно комплекс гимнастических упражнений для общего развития тела. Доброе утро, друзья! Здравствуйте! Доброе утро, друзья! Какой веселый банан у нас получился! Это упражнение интересно взрослым и детям. Позволяет разработать локтевой и коленные суставы, а также косые мышцы. Занимайтесь сами, занимайтесь вместе с детьми. Всего доброго! Будьте здоровы! С вами программа «Здравствуйте!» и дети продолжают ее весьма забавными рассуждениями. Сегодня они расскажут, для чего, по их мнению, человеку нужен род. Как всегда, детские рассуждения очень любопытные и смешные, конечно. Мы расскажем про рот. Вот! Рот – это наша дырка в голове. Нам нужен дрот, чтобы говорить и держать язык. А еще ртом можно кричать на празднике «С днем рождения!» Когда торт выносят. А рта нет! У яблока, у сока, у вазы, у гитары. Гитары, потому что они не говорят. Они, они не живые. Звозь надо, чтобы держать зубы и говорить. А то без роста упадут зубы. Надо положить котлетку, она попадет в завод и будет в завод живный и большой. Мутон можно храпить, когда спят. Кофетку надо сосать, чтобы она маленькая стала. А большую кофетку гадать нельзя. Мутон можно отыграть воздухом, когда нож не работает. А морозца вот сосовывает соску. Рот нужен, чтобы отрезать кусочки котлет и переваривать пищу. А маме нужен рот, чтобы говорить и целовать. А я люблю целовать папу, маму, Гришу, Кириллу, себя. Вот так. Дети это гениально, потому что они всегда могут посмотреть на любое явление с нового угла, с новой стороны. Поэтому к их мнению стоит прислушиваться. Да, столько сегодня мы услышали, конечно. Я не знала, что рот настолько функционален. Ну вот. Я думала, что в него только едят. А ты чаще послушай нашу рубрику. Если вас заинтересует какая-то серьезная тема, и вы захотите пересмотреть интервью или сюжет, вы это можете сделать, ну, во-первых, на нашем сайте, tnv.ru. Ну и, конечно же, в Ютьюбе нас находите. Программа «Здравствуйте». Там будет самый интересный сюжет и выжимка. Самый сок. Ну и кроме этого, конечно же, группа ВКонтакте. Внутренняя программа «Здравствуйте». Добро пожаловать. Будем рады вас видеть. Ну а прямо сейчас анонс программ ТНВ на сегодняшний день. Выбор большой. Что-то найти для себя сможет каждый. Твой план был таков. Сначала ты хотела убить ребенка, а потом сбежать. Правильно? Что вы такое говорите? Он же ребенок. Это немецкий ребенок. Мусю обвиняют в попытке покушения на арийского ребенка. Ей грозит смертная казнь. Но по просьбе Кернера девушку отправляют на химический завод. Зоя узнает, что отца арестовали по вине Любарского. На химзаводе Муся встречает Тоню. Я вернусь. Смотрите сегодня в 12.00. В каждой программе Фаридага Битова рассказывает вам о том, как сохранить здоровье и хорошее настроение. В этом выпуске. Кальций. Почему он необходим и где его взять? Упражнения для тех, кому за 50. Занимаемся без вреда для самочувствия. Подробности сегодня в 14.45. Актер, мастер художественного слова, диктор. Его голос был знаком всему Советскому Союзу, а сам он стал символом эпохи. К 90-летию со дня рождения о нем вспоминают и рассказывают те, кто знал его лично. Айрат Арсланов. Соотечественники. Сегодня в 21.00. Долгожданная весна в разгаре и, кажется, интенсивно наверстывает упущенное время. Столбики термометров днем неизменно показывают плюсовые значения. Снег быстро тает, во всяком случае, в городе. В Москве так вообще на днях обещают плюс 18 завтра. В Москву? В Москве, в случае. Но нет, нет, смотри, обычно погода... Или здесь дождемся. Да, 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 московская погода через пару дней приходит в Казань. Поэтому, видимо, выходные получатся классными. Ну а что сегодня в нашем городе? Сегодня синоптики обещают температуру около 6 градусов. Со знаком плюс будет малооблачно и без осадков ночью, ну, что-то, что-то примерно около нуля. В общем, погода налаживается. Весна пришла, да, и становится с каждым днем все теплее, теплее, теплее. Поэтому, ну, с чем мы вас поздравляем? Наслаждаемся этими солнечными днями, потому что, как обычно бывает, погода в апреле лучше, чем, например, в начале июня. Потому что в начале июня будут дожди опять. Поэтому сейчас гуляем. Нет, все самое лучшее впереди, скажем так. Ну, хорошо, будем считать так. Как и в нашей программе. Будем считать так, да. Сейчас у нас небольшая реклама, после чего вас ожидает еще несколько очень интересных тем. Оставайтесь на ТНВ. И снова здравствуйте. Эту часть программы начнем с разговора о еде. Поговорим о детском питании и дадим рецепт очередного блюда. Итак, начнем. Всем известно, что забота номер один у любой мамы – накормить свое чадо. И не просто накормить, а так, чтобы ребенок, ну, из-за стола просто выползал на корточках. Зато счастливый и сытый. Однако правильно ли это? И что делать, если ребенок отказывается есть? Давайте разберемся вместе. Каждая мама уверена, у здорового ребенка всегда хороший аппетит. И если малыш вдруг отказывается от еды, это симптом какого-то заболевания. Но специалисты советуют не делать поспешных выводов. Прислушайтесь к нашим советам. Аппетит ребенка не должен быть смыслом жизни родителей. То есть не нужно делать из еды культа. Аппетит – это не что иное, как возможность организма принять и переварить какое-то количество пищи. На аппетит влияет очень много факторов. Во-первых, режим дня ребенка. И в большей степени режим принятия пищи. Чтобы ваш ребенок нагулял аппетит до очередного приема пищи, откажитесь от перекусов. Печенье, сухарики и булочки не только снижают желание поесть, но и могут стать причиной гастритов. Если чувство голода возникло раньше времени, предложите ребенку съесть фрукт или овощ. Он и для желудка полезен, и аппетит стимулирует. Большое значение на аппетит влияет, конечно, двигательная способность ребенка. Сколько он двигается. Потому что аппетит – это эквивалент затраченной энергии ребенка. Если ребенок очень много двигается, если он гуляет, и тем более подвижно гуляет на улице, то он приходит домой и с аппетитом съедает все, что ему приготовят. Немаловажную роль в формировании правильного аппетита ребенка играет режим дня. Ребенок должен привыкнуть, что садится за стол он в определенное время. Не пичкайте ребенка. Это может вызвать у него отвращение к еде. Постарайтесь заинтересовать его процессом приготовления еды или сервировкой стола. Готовьте и накрывайте на стол вместе с ним. Помните, через игру можно привить ребенку любовь ко многим нелюбимым им делам. Также на аппетит ребенка влияет его возбудимость. Если ребенок очень нервный, легко возбудимый, если он разыгрался и не может пока никак прервать свою игру и сразу же идти к столу, маме просто не нужно резко обрывать игру, а сделать какой-то переход, плавный переход, чтобы ребенок успокоился и уже к столу пришел спокойным. Словом, милые мамы, немного терпения и желание сотворить что-то новое вместе с ребенком, и ваши труды не останутся без результата. Если же ребенок все равно отказывается от еды, проконсультируйтесь с врачом. Продолжаем тему еды. Питательный творог или творог, кому как больше нравится. Как диетически полезный продукт диетологи рекомендуют включать в ежедневные рационы взрослых и детей. Помимо того, что творог используют для приготовления диетических блюд, польза творога как диетического блюда неоценима. Но если вы не привыкли есть творог как самостоятельный продукт, его можно использовать как ингредиент в самых различных блюдах. Сейчас мы расскажем рецепт приготовления жареных конвертиков с творогом. А учитывая, что в рецептуре присутствует еще и свежая зелень, можно ожидать, что блюдо будет не только вкусным, но и богатым на витамины. Для приготовления этой выпечки вам понадобится 300 граммов творога, 250 граммов муки, 2 яйца, стакан воды, зеленый лук и укроп. Вначале замешиваем тесто. В миску высыпаем муку. В центре делаем небольшое углубление и вливаем в него воду. Перемешиваем и разминаем в руках до эластичности. Оставляем тесто отдыхать в течение 15 минут. Тем временем готовим начинку. Творог перемешиваем с яйцами, добавляем соль и тщательно перемешиваем. Зелень мелко режем, отправляем в творог и все тщательно перемешиваем. Теперь начинаем работать с тестом. Делим его на 4 равные части. Каждую раскатываем в тонкий пласт. В центр каждого пласта раскладываем четверть начинки. Края складываем в виде конверта. Творожные конвертики обжариваем в масле. Перед подачей на стол лишнее масло снять при помощи салфеток. Приятного аппетита! Отличный завтрак. Приятного аппетита тем, кто завтракает прямо сейчас. Ну и, кстати, я вот задумался. Знаешь, чем мужчина отличается от мальчика? Ну, догадываюсь. Ну, кроме, 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 кроме. Твоя версия какая. Кроме, кроме всех подробностей. Вот смотри. Во время еды детям вяжут платочки. Да, вот сюда, на шею, чтобы не измазаться. У мальчика это для того, чтобы не измазаться, а мужчина использует платок красиво, чтобы положить его в пиджачок, и чтобы это было стильно, элегантно. Как его сложить, сейчас узнаете. Мы покажем вам три простых классических способа сложить на грудный платок. Сложенный вдвое. Сложите платок пополам в два раза, чтобы получился ровный квадрат. Далее сложите его по диагонали так, чтобы один из уголков был несколько смещен относительно другого. Подверните левую треть сложенного платка в правую сторону. Затем правую треть налево. Теперь платок готов к размещению в кармашке. Крылообразный. Возьмите один из уголков платка и соедините его с другим так, чтобы получился треугольник. Загните уголки, расположенные на самой длинной стороне треугольника, к его вершине. У полученного ромба загните три уголка к центру. Разместите сложенный платок в кармашке пиджака. Эксцентричный. Возьмите платок за середину, чтобы концы свисали свободно. Пропустите платок через руку и на середине сделайте полуоборот. Сложите платок пару раз, начиная с конца без краев. Разместите сложенный платок в кармашке пиджака. Еще раз доброе утро. В Казани продолжает работу фестиваль короткометражных фильмов Шнит Ворлдвайд Шорт Фильм Фестиваль. Что вошло в программу фестиваля, узнаем у руководителя дирекции Время Кино Альбины Нафиковой. Здравствуйте. Здравствуйте. Альбина, рассказывайте, сколько фильмов вошли в программу для показа в Казани? Для показа в Казани вошло 8 фильмов. Это разный формат, разный жанр. Но на самом деле хотелось бы отметить, что Казань не первый год принимает этот фестиваль. Фестиваль изначально зарождался как некий локальный смотр экстраординарного кино. Разошелся по миру. И прямо сейчас он идет в нескольких странах, континентах. И Казань в том числе показывает фильмы, которые на сегодняшний момент отражают тренды европейского модного молодого кино. Короткометражного? Короткометражного, да. Интересно, короткометражность, это сколько минут примерно? Есть какие-то рамки? Вообще, в принципе, академические рамки можно поделить. Если вот короткий полный метр, ну, делят на 40-45 академический час. Но есть еще некий средний метр, он присутствует на фестивалях. Но если мы говорим о кинотеатре, то ориентируемся на то, что короткометражные фильмы обычно сверстываются в общий формат. Это примерно где-то по 8-6-8 фильмов. То есть чем короче, на самом деле, тем динамичней. Но встречаются короткометражки 30-минутные. Все зависит от того, как они созданы, как они талантливо сделаны. Потому что иногда смотришь, и эти 30 минут, они пролетают как одна секунда. А иногда 8-минутный фильм тянется? Ну, есть такое, да-да-да. Причем короткий метр – это такой формат, который мы начали показывать где-то лет 10, уже показываем. И на самом деле на сегодняшний момент можно наблюдать такую динамику, что все больше и больше городов и кинотеатров берут короткий метр, и он привлекает все больше зрительского внимания. Вот на этом фестивале мы с вами смотрим, и всего зрителей около 40 тысяч. Зрителей этот фестиваль вот охватывает. Жанры. Жанры. Какие жанры? Что можно увидеть? Да, именно вот в Казани представлены. Жанры. В коротком метре преобладают острые жанры. Такие яркие обычно. Это драма, это какой-нибудь сюр, это черная комедия. И в принципе здесь это все есть. Но также в программе две анимационные. Анимация – это все-таки не жанр. Я бы сказала, что формат, если мы делим на игровое и не игровое, у нас игровое кино. И вот в анимационном формате две интереснейшие работы. Наверное, можно их определить как мелодрама, наверное. Но мелодрама очень динамичная. Как выстрел. Ну, как любовь с первого взгляда. Правда ли, что есть фильмы, которые были номинированы на Оскар? Конечно, да. Но это на самом деле, вот знаете, это такая метка, Оскар, Канн, да. Оскар – это премия, которая выдается фильмам по результатам, прошедшим по фестивалям. И номинанты на Оскар, ну, вы же сами, наверное, наблюдаете, иногда говорите, ох, почему вот этому дали Оскар, а не этому. Поэтому здесь мы фильм «Таймкод», он номинирован на Оскар. Номинант на Оскар, это обозначает, что фильм с успехом прошел либо фестивальную историю, либо, ну, коротком метру реже применяется прокатная история. И, причем, некоторые фестивали, они имеют вот эту метку оскаровскую, надо обязательно на них поучаствовать. После этого тебе дают, то есть тебя номинируют на Оскар. Вот. В отношении к короткометражному кино здесь одна подборка Оскар, в подборке один номинант Оскара, и есть участник, не участник, а конкурсант, так скажем, Каннского фестиваля. Но сам по себе шнит, это тоже интересная селекция. Вот именно слово шнит, провокационный, экстраординарный. Поэтому не всегда стоит зацикливаться. Да, шнит может гордиться номинантами на Оскар. На самом деле, сама по себе очень интересная подборка. То есть фестивали, это еще не гарантия качества, да? И наоборот, если у фильма нет никаких премий, нет никаких номинаций, он все равно может быть классным. Отсутствие метки Оскар, он совершенно не говорит о том, что фильм, скажем, плох. Он, может быть, просто не дошел до кинопремии, в принципе. Вот. Но если надо, вот как бы метку эту поставить, что вот здесь есть Оскар, ну да, в этой программе есть Оскар. Да, и вот, что уже показали, что уже наши зрители увидели, и что еще предстоит им увидеть? На самом деле, программа повторяется изо дня в день, потому что восемь фильмов идут в одну серию. То есть сразу? Да, да, да. Ты приходишь и смотришь восемь фильмов. Да, да, да. Еще в прошлом году у нас была практика зрительского голосования. В этом году у нас новая площадка, мы пока решили ее, как бы, не применять, но я думаю, что со временем еще один такой фестиваль в Казани проходит, манхэттенский, когда по всему миру зрители смотрят, голосуют, и это мнение учитывается, то есть награждается. Кстати, у фестиваля достаточно мощный призовой фонд, он этим и славится еще, это очень важно. Раскройте секрет. Там 100 тысяч долларов был заявлен в прошлом году. Честно говоря, я не организатор самого фестиваля, поэтому его финансовые как бы базы меня не сильно интересуют, но что интересно, фестиваль, именно тем, что он идет на нескольких локациях, озабочен не только тем, чтобы собрать фильмы, оценить их, а он занимается продвижением фильма, и вот это та самая вещь, которая очень важна, доносить его до зрителя. Продвижение. Вот, кстати, мы правильно понимаем, что вот эти фильмы мы не сможем посмотреть в кино больше не каждый год. Ну, в принципе, в Казани совершенно точно нет. Широкий ограниченный прокат у нас как бы единица условная. Для фестиваля подобного формата у этого фестиваля достаточно широкий прокат, потому что его показывает Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, в общем, все города-миллионники. Вот, но что касается коммерческого проката, да, коммерческих сетей, конечно же, мы там его не увидим, хотя КОРО стали брать короткий метр, Киномакс стали брать короткий метр, его становится все больше в коммерческом прокате. Но это эксклюзив абсолютно. Ну, то есть, да, стоит призвать зрителей воспользоваться этой возможностью. Да, да, да. В Доме актера у нас вот еще, по-моему, два дня осталось, да, 9-10-е. Поэтому не упустите свою возможность. Спасибо, очень интересно. Желаю вам хорошего дня. И наши коллеги, кстати, сейчас продолжат тему не только кино, но и остальных культурных событий в жизни Казани. Камила Хакимулина, ей слово, внимание. Всем привет, сегодня 9 апреля, и с вами Камила Хакимулина. Сегодня понедельник, но это и не значит, что нужно провести этот день скучно. Внимание к сюжетам. Юбилейный концерт заслуженной артистки Республики Татарстан Эльвиры Розали. Зрители увидят мюзикл «Сундугач» по мотивам татарской народной сказки в обработке героини вечера. Знакомый многим сюжет, перенесенный в наше время, по-новому предстанет перед слушателями. Не сомневаюсь, это будет замечательный концерт, но предлагаю двигаться дальше. Подробности в наших следующих сюжетах. Фестиваль короткометражного кино в нашем городе. В программе представлены 8 лучших короткометражек некоторые из них номинировались на премию «Оскар». Картины идут на языке оригинала с русскими субтитрами. Приятного просмотра! В Казани проходит экологический киномарафон «Мир вокруг меня». Каждый человек – часть чего-то поистине огромного. Только задумайтесь, атомы тела когда-то были частью большого взрыва. Мы – единый мир, который необходимо охранять и защищать. Давай поможем природе вместе. Это проще, чем мы привыкли думать. Сегодня смотрите познавательный фильм «В погоне за нулем». Эта рубрика создана нами специально для вас, чтобы вы не потерялись море информации о событиях, происходящих в нашем городе. До встречи! Пока-пока, Камила, спасибо большое. Да, кстати, вот мы еще тут выяснили, что фильмы-то будут идти на языке оригинала, и это отличный способ подучить язык чужой, если вы в процессе. Ну, а мы должны завершить предсказания астрологов на этот понедельник. Итак, весы. У вас не лучший момент для спокойного диалога. От избранника вы узнаете нечто такое, после чего закрадется сомнение. Верен ли он вам? Держите себя в руках, не наломайте дров. Скорпионы, будьте готовы к овралу на службе и к необходимости работать в ускоренном темпе. Начальство может возложить на вас новые обязанности, о которых вы даже не думали. Не исключено, что ради дела придется поладить с незнакомым человеком, примириться с его странностями или тяжелым характером. Может быть, оно того стоит? Стрельца ждет решение бытовых проблем, на которые понадобятся деньги и силы. Хотя вы такой находчивый товарищ, что со всеми трудностями справитесь в два счета. В любви больше верьте в себя, а не допрашивайте избранника о его чувствах к вам. Сегодня не самый легкий день для козерогов. Обстоятельства не поддаются контролю и не соответствуют прогнозам. Под угрозой может оказаться ваше самочувствие, самолюбие, деловая программа и частная жизнь. Необходимым качеством сегодня будет быстрота реакции. Водолеи, у вас размеренный день, он пройдет достаточно тихо и спокойно. Вы сможете навести порядок в делах и мыслях, найти ответы на важные вопросы. Вам легко удастся ладить с людьми, вероятно, неожиданные подарки и сюрпризы. Ммм, как здорово. С утра рыбы могут разочароваться... Нет, что я так весело-то говорю? С утра рыбы могут разочароваться в этом дне, но уже к обеду все встанет на своем месте. Помните, что любые трудности пройдут, стоит только немного подождать. Сегодня окружающие будут испытывать ваше терпение навязчивыми вопросами, поэтому старайтесь держать себя в руках. Все, с гороскопом разобрались. Еще одно важное напоминание. Теперь напомним о погоде, тем более то, что новости-то приятные. Да, да, да. Сегодня днем что-то около 6 градусов со знаком плюс, малооблачно, без осадков, ночью ноль, ну а завтра вроде обещают целых плюс 11. Доставайте шорты. Шорты, сланцы, да, да, да. Самое главное не носите сланцы с носками. Ну а прямо сейчас мы узнаем, что вас ждет завтра в нашей программе. Здоровый и счастливый ребенок. Какой спорт подходит для вашего малыша? Для максимального комфорта глаз. Выбираем увлажняющие и корректирующие линзы. На скорую руку очередной рецепт вкусного блюда в вашу кулинарную книгу. Итак, спорт, здоровье, еда все самые главные темы в нашей жизни мы обсудим завтра в 8.10 на ТНВ в программе Здравствуйте. Да, ну а сегодня с вами были и начинали эту неделю Влад Портнов, Светлана Звонарева. Да. Хорошей вам рабочей недели, конечно, легкого понедельника. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова